Правильно. С не тем, что мы 21 год уже в эфире, тут опять аплодисменты. Не надо лениться. Спасибо. Должно создаваться впечатление объемной радости. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними гостями. Первая команда называется Птичка. Невеличка. Я знаю, почему она так называется. Ну вот, они готовились. Ай, молодцы. И идите к нам сюда. Знакомимся с вашими соперниками. Команда называется Сыганская страсть. Вот они. Аплодисменты, атакование. Выходите с нами. Начнем. Начнем. Заходится с командой Птичка. Невеличка. Здравствуйте. Птичка. Невеличка. Здравствуйте. Откуда знаете, что невеличка? А этого вижу. Я среднего роста. А вижу. Нет, нет. Вы подпрыгивайте. Знакомьтесь с командой. Это директор коллектива Олеся. Здравствуйте, Олеся, директор коллектива. Здравствуйте. А это лучшие артисты. Директор моего гастрольного коллектива, театра. Николай Алипа. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Он жагирует, нет? Что он у меня делает? Все. Все. Да. Стас Ерохин. Боюсь спросить, он тоже все. Он тоже все. И все причем. И Михаил Подошва. Ура, Михаил. Спасибо. Представьте, пожалуйста, капитана команды. Кто это? И какая-то тишина. Все. И никто не знает. Я сама не знаю. Я не знаю, правда. Ладно, расскажите о себе что-нибудь. Ну что, рассказать о себе. Хроническая актриса. Неплохо. Уже вот это хорошо. Познакомьтесь с командой Печкина и Величко. Переходим к команде. Цыганская страсть. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Что провело вас к нам? Любовь к телевидению и к ведущим. Прекрасно. Смотрите, как вы работаете. Не зря сказали. Не зря. Знакомьтесь с командой, прошу вас. Значит, ну каждый из моей команды серьезный человек. Анастасия Савицкая. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Актриса. Театр, кино. Театр Луны, на секундочку. Есть такой театр, конечно. Есть. Причем очень, очень темпераментная, эксцентричная. Замечательная партнерша. София. София Джалилова. Здравствуйте, София. Солистка мюзикла Яр, певица, актриса. Это все о ней. Красота. Аплодисменты Софии. Андрей. Андрей Ковалев, композитор. Так. Певец. А где же ноты, Андрей? А я бегу куда-то вдаль, аэропортами. Я и без нот могу. Вижу. Ну что, Максима представьте. Знакомы с Максимом? Да. Прошу вас. Это Максим. Очень хорошо. Солист Московского театра Перетта. Максим Новиков. Этим все сказано. И представим партнерша капитана команды. С превеликим удовольствием хочу от всех нас представить нашего капитана, замечательного артист театра и кино. Виктор Еси. Виктор Еси. Ура. Ура. Ну просто. Ура. Познакомились с командой Цыганская страсть. Познакомились с командой Птичка-невличка. Ждет просто половесный рубль. Я жду игру. Слава капитана в команде. Прошу вас. Елена. Прошу вас, Виктор. Аплодисменты. Идите сюда. Ну идите же сюда. Ну прошу вас. Спасибо. Вопрос, который мы задавали людям на улицах, звучал так. Зачем дачник заказал машину песка? И пройдет совсем немного времени, о телезритель. Спасибо, Лен. Итак. Детям песочницу построить. Гений. Лена Гений. Ура. Смотрим. Для песочницы, дети, имеют что-нибудь подобное. Да, да. Я сожалею. Возвращайтесь к вашей команде. Продолжен разговор с командой Птичка-невличка прошел вас. Был вопрос. Зачем дачник заказал машину песка Олесе? Строить дом. Есть что-нибудь подобное табло? Ну да. Ну для стройки дома. Николай. Я думаю дорожки отсыпать. Отсыпать. Это дорожки. Это по нашему дорожку строительному. Делать дорожки. Дорожки. Ну да, правильно, чтобы был дренаж. Конечно. Знаете такое слово? Дренаж, да. Я строитель по образованию. Да вы что? Ну я точно говорю. Я гуманитарий, но знаю, что такое дренаж. Смотрим. Для того, чтобы дорожки прокладывать. Есть что-то подобное? Да. Да, 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 да. Станислав. Я думаю, что для огорода возможно. Ну для удобрения, допустим, там, знаете, бывают... Вы полагаете на песке очень лучше растут? Засыпать собеда. Это заблуждение. Ну хотите, будем смотреть что-то про огород? Нет, нет, нет. Какое что-то? Для огорода давайте. Для огорода, пожалуйста. Для огорода есть такая версия? Нет, ну это какое-то обеднение почвы. Михаил? Ну первое, конечно, это, наверное, засыпать соседа, как вариант. Ну как бы, наверное... Шутите опасно в нашей передаче. У нас не гумористическая программа. Абсолютно. Фундамент. Ну для строительства дома. Уже было, да? Для строительства дома, да, да. Для строительства в сауне. Есть какие-то простые, очень простые ответы есть. Очень простые. Делать темент. Для строительства, ты уже был. Нет ответа. К сожалению, нет ответа. Еще один промах. И мы продолжаем с командой Птичка-невеличка. Елена. Снова. Зачем датчик заказал машину песка? Это так... Как вы себе представляете? Вот при... На чем привозят песок? На грузовике. Куда потом его? Во двор высыпают. Что происходит? Как это выглядит? Переносят. Переносят. Как это выглядит? Кучей. Огромной кучей. Так, а может быть как-то иначе? Почему? Для яму в каком случае? Елена. Это трех. Один, два, три. Версия. Что сказали? Для ямы можно? Яму засыпать. Спасибо мне большое. Есть что-то подобное. Засыпать яму. Да, больше я не буду подсказывать. Олеся. Зачем датчик заказал машину песка? Ну, простейшие вещи уже видите. Делать цемент. Это для строительства дома, но мы проверяем с ней денег. Андрей. Для того, чтобы поднять уровень участка. Он, допустим, болотистой местности, и мы его поднимаем. А вы непростой дачник, Андрей. А, как вы думаете? Непростой. Хоть и без нот, но композитор. София. Для погреба. Для погреба что надо сделать в погребе? Засыпать песком, да. Просто у нас засыпать яму. Чтобы не портились овощи. Мы плохо отличаем яму и погреб, но неважно. Анастасия. Анастасия. Анастасия, вы с нами? Итак, зачем датчик заказал машину? Засыпать детскую площадку. Засыпать детскую площадку? Да. Как-то жестоко. Виктор, смотрите, нужно вспомнить все, что говорили участники команды. Возможно, у вас есть своя хорошая версия. Есть хорошая версия у вас? Дорожки. Уже есть даже есть. Дорожки. Я вам могу. Есть одна версия, которая была произнесена участниками команды, дословно есть на табло. А мы не раз слышали. Ну, повторите свою версию, но уже нет никакой проблемы. Я сказал. Ну да. Восстание. Я сказал поднять уровень участка. Фундамент. А может быть это? Не надо со мной советоваться. Скажите, мы это будем сказать на табло. Мне сказали, что будете помогать. Никогда. Никому. Наоборот. Хорошо, поднять уровень участка. Хорошо, смотрим. Поднять уровень участка. Есть такая версия? Нет. Я запляю. Да. Да, есть. И 68 очков остается команде «Цыганская страсть». Сейчас остается 68-0. Пятая строка. Так, еще один. Пятая строка. Смотрите, не засыпать огород. Тем более не засыпать детский участок, детскую площадку. Зачем? Просто бывает так. Просто бывает так. Ну действительно, срезается верхний слой почвы всего участка. И сверху засыпается почвы. То есть меняется почва. Вообще меняется. Пятая строка. Пятая строка и там. Ну люди в курсе, но датчики, настоящие датчики. 58-0. Олеся, прохожусь Анастасии. Идите сюда. Сейчас попроще будет. Я понимаю, песок это как-то дача. Попроще, да? Да, сейчас попроще. Сейчас будем говорить про цирк. Прекрасно. Цирк любите, Анастасия? Да, очень. Вопрос. Чему спеленок учат в цирковой... А я еще ничего не сказал. Поэтому дубль два. Вопрос, которому за Людей на улице звучал. Это нервы. Это нервы. Вы физкультурница, Анастасия. В цирковой династии. Физкультурница. Чему спеленок учат в цирковой династии. Да что ж такое? Все-таки Олеся отрепетировала это дело. Надо было не медленно, а быстро нажимать. Слушай, вашу версию, Олеся. Гибкости, может быть. Гибкости учат спеленок в цирковой династии. Гибкость есть на табло? Что-то более конкретное. Мы простые люди, не циркачи. Мы не столько в гибкости разбираемся, сколько в каких-то визуальных эффектах. Анастасия. Жонглировать. Жонглировать, Анастасия. Прелесть, конечно. Жонглировать. Есть такая версия на табло? Ну да, самый популярный ответ возвращается к вашей команде. Продолжен разговор с командой «Цыганская страсть». Был вопрос. Чего спеленок учат в цирковой династии Софии? Дисциплине. Ну правда, но действительно. Там же рискованное такое все. Там опасно. Там нужно дисциплинированными быть. Обязательно. Мы гимнасты воздушные. Вы никогда не были воздушной гимнасткой? Была. Правда? И я был. Когда маленький. Смотрим. Есть что-нибудь подобное на табло? Дисциплина. Нет, первый пробок. Посмотрите, я у соперников. Хотя разумный ответ. Разумный. Андрей. Быть осторожными. Попробуйте визуализировать ваши знания. Ну, нет, представить, что вы видели в цирке. И все попроще. Не надо дисциплине. Быть честным. Быть, я не знаю, добрым. Переводить бабушек через переход. Это не про цирк. Надо про цирк, Андрей. Быть. Ничего смешного. Это простые вещи. Как с Андреем. Четыре на трех. Делать шоу. Делать шоу. Страшно далеке не от народа. Делать шоу. Второй промах. Мой вопрос. Чему сперлены кучи цирковой династии? Люди на улицах просто ответят. Балансировать. Ну, допустим. Сейчас бы как-то... Держать равновесие. Где? В пространстве. В какой ситуации? Ну как, вы же сами сказали. Воздушные гимнасты. Что они должны? Когда они идут по канату? Балансируют по канату. Гениально, Максим. Спасибо мне. Есть что-нибудь подобное на табло? На канате. Нет. Да, ходить по канату. Это самый редкий ответ. Это позволяет нам продолжать игру с командой цыганской страсти. Виктор, сосредоточьтесь. Чему сперлены кучи цирковой династии? Шуткам? Фокусы показывать. Фокусы показывать. Ну, фокусы, шутки, эксцентрики. Это что такое? Можно много слов скажу? Фокусы показывать. Вы в цирке были когда-нибудь? Ну да, конечно. Я общаюсь. Какие номера цирковые вы видели в своей жизни? Ну, всякие. Там, дрессировщики. А что это за зверями? Воздушные акробаты. Клоуны, опять же. Что это за зверями? Что это за зверями? С зверями, да? Дрессировать зверей. Дрессировать зверей. Дрессировать. Нет. А, сейчас. Ну ладно, дрессировать. Хорошо. Дрессировать. Есть такая версия на табло? Третий промах. А, блин, вопрос для команды Птичка-Невеличка. Итак, Михаил Чемучин с пеленок цирковой династии. Ну, любить цирк. Ну, ничего. Станислав. Бесстрашиваю, думаю. Ничего, ничего. Николай. Я думаю, это давая езда, скорее всего. Ага, Олеся. Я думаю, дрессировать зверей. Ага, мы дрессировать зверей только что разобрали. А, извините, ничего. Сказали. Смотрите, нужно вспомнить все, что говорили участники команды. Ага. Предложить свою собственную версию. Все это проанализировать и сказать нам, простым телезрителям, что мы ищем на табло. Был вопрос, чему с пеленок учат в цирковой династии. Вам что-то понравилось из ответов участников команды? Вот именно учат. Простейший ответ на уровне, правда, жанрировать, ходить по канату. На самом деле, я думаю, там, любить цирк, это интересно, конечно. Это очень общий ответ. Да, это очень общий ответ. Но, думаю, все-таки фокусом. Фокус и трюки. Это ваша собственная версия. Рассуждаю. Мы ее запомним. А что говорили участники команды? Какие еще были версии? Давайте вспомним. Верховая езда была. И, в принципе, тоже это, конечно же... Остальное какие-то общие вещи. Да. Правда. Да, вот по конкретному... Давайте мы с вами остановимся на двух версиях, которые мне лично, на вашем месте, казались бы самыми разумными. Потому что они конкретные. Ездить верхом, на лошадке, например, на поле. Совершенно верно, да. И что вы говорили, показывать? Фокусы. Фокусы показывать, да. Очень хорошо. Теперь давайте попробуем выбрать из этих двух один хороший. Верховая езда. Вам нравятся больше, чем фокусы? Уверены? Мне нравится больше. Может быть, лучше фокусы? Нет. Что-то рановато с фокусов начинать. Потому что это не ваш ответ. Потому что вы хотите ответственность просто с себя снять. Да, я хочу снять с себя ответственность. Всякую. А может, все-таки фокусы? А вот вы берете на себя ответственность? Никакой. Вообще. Вот видите, а я как чувствовала, понимаете? Все-таки я за верховую езду. Все-таки, да? Да. Вот сказали бы фокусы, может быть, было бы лучше. Может быть. Да? Ну, проверяем верховую езду. Да, проверяем интуицию команды. Верховая езда есть у нас на табло? Давай. Да, да, есть. И 58 очков достается команде Птичка-Невеличка. На самом деле, я не шутил. Если бы сказали про фокусы, было бы лучше. Откройте эту строчку. Вторая. Третья. Просто больше очков бы заработали. А сколько мы очков заработали? Ну, 58-68, 10 очков разница, не густо. На второй строке довольно популярный ответ. Любые формы, не знаю, там, ходить на руках, прыгать, подтягивать. Вторая строка? Третья строка. Акробатики. Ну, вот мы бы тут все обязательно открыли. И на четвертой строке единственный довольно общий ответ, который, ну, не какой-то номер цирковой описывает. А четвертая строка? Не плакать. Ну, действительно, потому что труд тяжелый. Потому что так есть. 68-58. Так отначили люди на улице. Нажет странная игра. Приготовили. Частники команды возвращаться в 3 рубля. Ну, это огромные сейчас очки будут. Это правда. Я жду игрового склада третьих участников команд. Прошу вас. Прошу вас. Софи, идите сюда. Третьи участники команд. 68-58. Счет почти равный. Я понял, дача, грунты, это не ваше. Цирк страшно далек от вас. Поговорим о... Бывали какие-то на свадьбе, Николай? Конечно. В каком качестве? В гости. В гости. Вы, София? В любом. В любом качестве. Вам будет проще. Чудесно. Вопрос, который мы звали людям на улицах, звучал так. Николай, может вам и не играть вовсе? Давайте, давайте. Не стесняйтесь. Вопрос звучал так. Какую часть свадебных торжеств, ну или какой-нибудь свадебный ритуал, или какая-то часть свадебных торжеств. Вот какую часть свадебных торжеств многие считают необязательной. И со временем кто-нибудь нажмет на кнопку. Игра продолжится. Николай был первый. К сожалению, так. Как это? Ну, точно первый. Слушай вашу версию. Венчание, я думаю. Ну, это не свадебное торжество, потому что венчание и, собственно, сама свадьба, это, ну, не всегда одно и то же, но давайте проверим. Проверим. Есть что-нибудь подобное табло? Однако есть, но это редкий ответ. Ну, просто потому что, во-первых, многие устраивают какие-то торжества такие вне конфессиональные. И поэтому, ну, может быть так. А еще раз можно вопрос? Да, София, для вас, конечно. Пожалуйста. Какую часть свадебных торжеств многие считают необязательной? Как бы не надо. Ну, можно, но необязательно. Как мой опыт показывает. Ануткать? Ануткать? Свадебное путешествие необязательно. Она не входит. София, сейчас на трех. Нет, это не входит в меня. Один, два, три. Зажжение свечей. Банкет. Банкет необязательно. Зажжение свечей. А когда это, кто это, где зажигают свечи? Зажигают, да. Семейный очаг. В середине. В середине чего? Я просто... Это торжества. Пока еще не все пьяны. Подождите. Нет, подождите. Свадьба, это он и она решили создать семью, пожениться. Понятно. Но вообще-то это выливается в веселое сидение за столом и поедание салатов. Нет? Нет. Не правильно? Не так? Там целое шоу. Серьезно? Конечно. Вот я сейчас и узнаю. То есть зажигание свечей. Хорошо. Есть что-нибудь подобное табло? У нас образовательная передача для меня. Возвращайтесь к вашему команду. Прошу вас. Пардон, разговор с командой Птичка-невеличка. Итак, был вопрос. Лена. Какую часть свадебных... Ух, с ковальчиком. Я все это пропустил. Какую часть свадебных торжеств многие считают необязательной? Станислав. А, она что сказала? Выкуп, думаю. Ой, это я видел такое, да. Хорошо, смотрим. Выкуп. Есть у нас на табло. Выкуп невесты. И это самый популярный ответ. Ну да, некоторые считают это необязательным. Михаил. Я думаю, может быть, продажа торта какая-нибудь. Торт продают. Продают? Ну да. А где? Ну у нас свадьбе, там бывает кусок торта и начинают его. Правда? А кто продает? Ну, наверное, там ведущие или сами вложенные. А кто купит аукцион? Правда? Ну здорово. Не, я просто... Ну как бы... Продажа торта есть у нас на табло. Мне кажется, это необязательно. Или все-таки... Подача или... А, нет, первая проба. Мне действительно кажется, это необязательно. Елена. У невесты еще воруют туфельку с ноги. Ага. И потом... Не обязательно. Какой-то затратный мероприятие. И потом бросят, значит, за деньги. Это дело будет. А я про эту сказку «Золушка». А потом кому подойдет. Каждой девушке хочет... Не обязательно считает Елена воровать туфельку с ноги невесты. Есть что-нибудь подобное на табло? Нет. Но хотя бы оживление какой-то, версии появились. Правда? Версии появились. С песком версии не было, а вот со свадьбами как-то потекло. Олеся. Ну, это дура. Это же свадьба. Сватовство. Какое? Ребята, уже идет торжество. Уже свадьба. Торжество уже идет. Вот фотографию памяти. Торжество начинается с вечера предыдущего дня. Вот. Ага. Нет, я предлагал вам шире на это смотреть. Мальчишник. Мальчишник. Мальчишник девичник. А, мальчишник девичник. Я не пытался что-то подсказывать. Я понимаю, я понимаю, понимаю. Да. Мальчишник девичник, да? Мальчишник, да? Мальчишник прогулка. Ну, нормально. Ну, или хотя бы с утра. Первый. Ибо? Спросить сватовство. Сватовство. Как часть свадебной церемонии. Ну, допустим. Банкет. Вот это я считаю глупо. Потому что я... Не суди. Нет, правда. Я считал, что вот это самое главное, самое интересное. А Андрей? Я считаю. У меня есть песня такая, свадьба называется. Там вот прям крики горько, и ты моя, да? Все наизусть шпарен. Так вот, я считаю, что вот горько может быть. Люди считают, что вот... Не обязательно кричать горько словаться. Они уже нацеловались до свадьбы, так нацеловались. А тут еще опять целуются. Они скромные, они стесняются. Понимаю версию. София? Не обязательно воровать месту. А мы про выкуп уже говорили. А еще потом воруют еще. Нет, сначала воруют, потом выкуп. Не может быть наоборот. Сначала выкуп, потом воруют. Такого не может быть. То есть моя логика мне подсказывает, что это невозможно. Может свадебное путешествие? Ну, я не заведуюсь. Главное, Виктору подкидывайте версии, Анастасия. Я не знаю. Может быть, не обязательно белое платье? Платье, вот платье, может быть, не обязательно одевать белое. Вообще можно как-то челки и шорты есть? Ну, я не знаю, да, можно в спортивном костюме, еще многие так делают. Такая лэк-тай или пляжный фарад? Может быть, дасты. Виктор, смотрите, надо вспомнить все, что вы говорите. Томаду не надо. Вы, ради бога, вспомните. Вы, ради бога, вспомните. А давайте вспомним то, что сказал. Максим сказал, что не нужно... Вот это меня просто в самое сердце. Банкет. Банкет. Банкет, вообще. Андрей Крикоренко, вот это, говорится. Я это наблюдал неоднократно. София предположила, что, возможно, что? Что не нужно? Воровать невесту. А, тумаду, тумада, тумада, тумада. Анастасия говорила про белое платье. Виктор, я, знаете, вам другое скажу. Вот даже сейчас, когда мы повторно проверяли версии вашей команды, один из игроков произнес не очень хорошую версию. Ее нет на табло. А хорошую версию, этот же самый один из игроков, произносил пару раз тихонечко. Про себя. Про себя как бы. Но громко она не прозвучала. Я не знаю почему. Но вам выбирать из этих или предлагать свою собственную версию? Как-то говорил тихо. Белое платье. Вот из этого выбирай. Белое платье мы выбираем на нему. Или путешествие. Смотрите. Бестомады. Бестомады. Нет, он сказал, что что-то, что звучало, я про томаду говорила. Что-то, что можно докрутить. Она говорила про путешествие. Впрямую нет такой версии, Анастасия. Впрямую нет, но докрутить можно. Одну из версий. Докрутить можно. Почти не произнесет. Сейчас, платье, платье. Передача заканчивается. Смотреть на вас интересно, но все равно. Черт. Давайте все-таки на трех. Один, два, три версии. Ай! Ну, можно скажу, в конце концов. А ну, немщик, давай как я. А там просто внизу человек с шилом сидит. Виктор. Ну, горько, может быть. Хорошо, прекрасно. То есть вот эта традиция кричать «Горько» есть на табло? Нет, 99 очков. Достается габайная птичка-невеличка. Еще остается 157. 68. Смотрите, на седьмой строке, на седьмой строке была бы версия «Нести через мост невесту». Ох ты! Смешная версия про то, что не нужен банкет. Мне кажется, это очень смешная версия. Ну, смешная, конечно. Потому что она бессмысленная. Эта версия была бы на восьмой строке. Вот на девятой строке была бы версия про «Горько», которую Виктор сейчас назвал. На девятой только строке. Она была все-таки, да. Ну да, на десятой, правда, драка. Вот как-то так люди. А на 11-й брачная ночь. Брачную ночь никто не отменял. Давайте откроем табло полностью. Был вопрос, какую часть свадебных торжеств многие считают необязательной. Вот про путешествия, но не совсем путешествия, но можно было докрутить. Вторая строка. Посещение памятников. Ну, бывает, да, что когда свадебный процесс начинается с самого утра, то свадебный кортеж ездит по городу, посещает разные места в городе памятные. Четвертая строка. Почему-то никто не вспомнил, хотя, может быть, это не совсем отечественное. Это из кино, скорее, такая версия. Четвертая строка. Кидание букета только сейчас, догадалась Олеся. Да, да, да. На пятой строке версия мне тоже не очень знакомая. Я, так же, как с зажиганием вот свечей вот этих вот... Может быть, подвязка и грубей. София ожирилась, может быть, подвязка? Все-таки, может быть, подвязка. Нет? Пятая строка. Голуби. Нет, не голуби. Речь о родителе. Я правда... Я не буду таких свадеб. Ну, наверное, почему нет? Ну, почему нет? Родителям слова не давали. И мне кажется... Вы сейчас это говорили? И мне кажется, что люди, которые объединились на шестой строке, пытались пошутить. Потому что на шестой строке, на вопрос, какую часть свадебных торжеств, многие считают необязательной, пять человек сказали, что эта строка. Вопрос согласный. Согласны ли вы? Ну, в ЗАГСе. Ну, мне кажется, была попытка пошутить, но пять человек так сказали. 157, 58. Птичка-невличка впереди. Нас ждет игра наоборот. Приготовились. Полетели. Ну, а теперь игра наоборот. Я напоминаю правила. Я задам вопрос за 20 секунд с вами совместителями. Командная. Игрокам нужно будет обнаружить на табло один из шести популярных ответов. Желательно, даже важно угадать пятый, а лучше шестой вариант ответа. Шестой по популярности. Потому что максимально можно заработать 240 очков за шестую строчку. А угадав самый популярный ответ, всего 15 очков. Кому это надо? Это никого не спасет. Счет 157 у птички-невелички. И 68 у цыганской страсти. Для вас не все потеряно, правда? Ай-не-не. Ай-не-не, да. Да-да. И вопрос, который мы задавали людям на улице, звучал так. Какой советский фильм можно назвать музыкальным? Время. Ну, действительно, на самом деле, просто мы должны вспомнить музыкальные фильмы и попытаться их как-то распределить на табло. Советский музыкальный фильм. Что люди говорили на улице? Что, какие музыкальные фильмы вспоминали? Рената, понимаешь, ближе к концу. Ближе к концу, быстрее, правильно, только не что-нибудь уж очень оригинальное. Время стекло, и про ответ у команды «Цыганская страсть». Был вопрос, какой советский фильм можно назвать музыкальным, Виктор? Считается, это трех, один, два, три, пять. Мэри Поппинс. Ну, хорошо, Мэри Поппинс, пожалуйста. Птичка-невеличка, Лен. Какой советский фильм? Музыкальный фильм советский? Ну, у нас было много... Скажите, что на шестой строке, на ваш взгляд, Елена. На вас смотрит вся страна, миллионы телезрителей. Буратино. 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 Подожди. Буратино. Нет, ну у нас была весна, свинарка и пастух, конечно же. Нет, нет, смотрите, вы сказали Буратино. Сказали, мы сказали Буратино. Я помню, там вот это все, 300 лет, там у нас... Да, я помню. Там чудесная была музыка, правда, чудесная? А уж парапарапапам это... Астронизория. Да, да. Итак, Буратино у птички-невелички и у цыганской страсти. Напомните вашу версию. А, Мэри Поппинс. Да. Мэри Поппинс. Ну, безусловно, музыкальный фильм чудесный, чудесный. Максим Дунаевский. Да. Наум Олив. Ну, просто, да. На первой. На первой. На первой. 30 очков это слишком мало. Как вы думаете, на второй строке какая версия? Какой фильм музыкальный? Кавказская пленница. Ну, как-то он не столь музыкальный. Ну, почему там... Может, мы из джаза? Приключение электроника? Да ну что вы, вторая строка и там. Гардемарины. Гардемарины. Веселые ребята. Веселые ребята. 30 очков можно заработать. Пока нету ни фильма Мэри Поппинс, это версия цыганской страсти. Ни Буратино от Птички Невелички. Замечательный фильм. Вильдар Александрович Рязанов. Третья строка там. Карнавальная ночь. Можно было 60 очков. Популярный, конечно, любимый фильм. Сейчас можно и тоже. Еще-то вы что вспоминали? Весна. Свинарка. Карнаваль? Ну, много нет. Правда, много чудес. Мы из джаза говорили. Мы из джаза говорили. В текущей строке вами пока. Гардемарины. Первый юный. Не упоминающийся фильм. Четвертая строка и там. Соломенная шляпка. Мои названия. Можем заработать 120 очков. Никакого. Никакого Буратино. Да нет Буратино. И пока нету, естественно, и Мэри Поппинс. Приятного. Сразу могу сказать, что 240 очков не зарабатывает никто. А бедному Бусаре заморбите слова. Нет. На шестой строке. Шестая строка. Волга-Волга. Можно было заработать 240 очков. Я доволен Волгой не добрались. Не, ну, обыкновенное чудо. Красная шапочка. Ну, конечно, конечно. А теперь барабанная дробь. 157,68. Впереди птичка-невеличка. У них версия Буратино. Бу! Та-ра-ра-ра-рам. Там, вот это вот все, да? Что мы любим. Судя по списку Буратино не будет. И у цыганской страсти опять забыл, что? Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. Мэри Поппинс. А, я же... До свидания. До свидания. Давайте, пожалуйста. 180 очков можно заработать, угадав версию на пятой строке. Буратино. Мэри Поппинс. Они зарабатывают 180 очков. И общий счет команды становится 248,150. Ничто не скрыл от вас. Просто показываю. Вот это все выглядит вот так. Я верю. Мы верим. Нет, ну, во всяком случае. 248,157. Нажет большая игра. Большая игра с командой Цыганская страсть. Полетели. Уйдет на красный диван сразу же. Вот он вернется обратно. Вот ему значительно сложнее будет. А тот, кто начнет большую игру, вот тому он отстрелялся и хорошо все, гуляет. Ну, давайте я пойду. Вам аплодисменты, Максим. Отправляйтесь на диван. Анастасия, значит, вам в сумме нужно набрать 200 очков как минимум. Если это произойдет, то команда станет обладателем главного приза 50 тысяч рублей. Более того, когда мы будем проверять ваши ответы, мы к вашим ответам прибавим еще 21 бонусное очко сразу же. Потому что мы 21 год в эфире, но мы об этом предупреждали. Так, 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 считай, я плохо. По сути, вам нужно набрать не 200 очков, а 200 минус 21 очко, это 179 получается. Ну, то есть это хорошо. Это хорошо, Анастасия. То, что я рассказал, вам теперь лучше. Ну, не важно. Да не считайте. Вам теперь лучше. Вы готовы? Быстро, неразумно отвечать на вопросы. Концентрируйтесь. Тишина. Поехали. Что нанизала на леску девочкой, чтобы получились бусы? Гребину. Какой звук пассажир слышит всю дорогу? Гул. Что защищает голову от солнца? Шляпа. Чем украшают шпиль башни? Звезда. Что идет из трубы? Дым. Отлично, в 15 секунд уложились. Это хорошо. Проверяем ответы, прошу вас. Анастасия, вообще хорошие вам, кажется, у вас ответы были? Ну, мне кажется, ничего такие. Вы были же волнованы тогда. Конечно. Нет, сначала было просто здорово. Я вас спросил, что нанизала на леску девочка, чтобы получились бусы? Вы сказали? Рябину. Отличный ответ. Правда, отлично. Я с вами согласилась? Это не 49 человек. Это значит, что 28 человек так сказала. Плюс наши бонусные вот эти 21 очко. Всего-навсего. Ну, получилось много. Получилось сразу много. Второй вопрос. Какой звук пассажир слышит всю дорогу? Вы сказали? Гул. А вы пассажиры чего себе представили? Не знаю, я, наверное, метро. А, ну там, да, бывает гул какой-то. Гул. Сказали вы, с вами согласилась? Один человек такого, ну, то есть, редкий ответ. Бред. Третий вопрос. Что защищает голову от солнца? Вы сказали? Шляпа. Шляпа. Я еще раз напоминаю вам и телезрителям, что в этой игре мы не объединяем синонимы и похожие по смыслу слова. Поэтому разные головные уборы, они будут стоить по-разному. Вы сказали шляпы. С вами согласилась? Семь человек, сумма 57. Четвертый вопрос. Чем украшает шпиль башни? Вы сказали? Звездой. Звездой. Это популярный довольно ответ. И с вами согласилась? 24 человека, сумма 81 очко. И, наконец, снова победный ответ. Был вопрос, что идет из трубы. Дым. Ну, это разумно, и много людей с вами согласны. Сколько человек их было? Согласных. 32, сумма 113 очков. Вам аплодисменты, Анастасия. Вызвучайте к вашей команде. Очень хороший результат. А мы продолжаем большую игру. Большая игра с командой «Цыганское строительство». И мы ждем Максима. Верните нам, пожалуйста, Максима. Максим, снимайте наушники, вставайте с дивана, идите сюда. Посмотрите, Анастасия, на самом деле, очень здорово отвечала. Она набрала 113 очков из 200 возможных. 113. То есть вам осталось набрать 87 очков. Пятью ответами. Отвечать вы будете на те же самые вопросы, на которые отвечала Анастасия. Но, можете неожиданно услышать вот такой звуковой сигнал. И это будет означать, что ваш ответ совпал с ответом Анастасии. Это плохо. Без моего напоминания. Быстро не раздумывай. Нужно будет предложить другой вариант ответа на тот же самый вопрос. То есть, бу-бум, я молчу. А вам нужен другой вариант ответа на тот же вопрос. Максим. Бу-бум, другой вариант ответа. Смотрите. Это должно быть рефлекторное состояние. Бу-бум, другой вариант ответа. Другой вариант ответа. Потому что я буду молчать, смотреть на вас сукаризной. Передача закончится, начнется следующее. Никто не узнает, победили вы или нет. Такое бывает. Вы готовы? Да. Полная тишина. При попытках подсказывать мы аннулируем ответы. Поехали. Что нанизала на леску девочка, чтобы получились бусы? Ракушки. Какой звук пассажир слышит всю дорогу? Свист. Что защищает голову от солнца? Козырек. Чем украшают шпиль башни? Флагом. Что идет из трубы? Пар. Отлично. Но в 20 секунд уложились. Пойдемте проверять ответы. Напоминаю. 87 очков нужно набрать. 87 пятью ответами. Первый вопрос. Что нанизала на леску девочка, чтобы получились бусы? Вы сказали. Ракушки. Да. И сколько человек ответил так же? Шесть. Немного. Если бы сказали жёлуди. Они жили не на море просто, поэтому так отвечали. А, это правда. Ну да. Самый популярный ответ был рябина. На втором месте жёлуди. Но если бы сказали жёлуди, заработали бы 23 очка. Второй вопрос. Какой звук пассажир слышит всю дорогу? Странно, но вы не угадали. Не вы, не Анастасия. Первый и второй по популярности ответа. Вы сказали. Стук колес, наверное. Стук колес. Заработали бы 22 очка. Да. Стук колес. А если бы. Нет. 27 очков. А звук мотора заработали бы 22 очка. Ну да. Вот так люди ответили. Двигатели, скорее. Ну хорошо, двигатели. Ну простите. Ну не важно. Простите наших телезрителей. Но вы сказали свист и с вами согласилась. Это пассажир чего слышит всё время свист? Пассажир снаряда? Мюнхгаузен. Мюнхгаузен. Мюнхгаузен иначе. Мюнхгаузен иначе. Ну да. Ноль. Такого варианта не было. 119 общая сумма. Третий вопрос. Что защищает голову от солнца? Вы сказали. Козырёк. Сказали бы Панама. Заработали бы 26 очков. Я боялся попасть. В этом суть игры. Сказали бы Зонт. Заработали бы 24 очка. Сказали Козырёк. С вами согласилась. Один человек 120 сумм. Жаль. Какие-то не на море жили люди. Я в другом месте. Вы в Москве всех опрашивали. А вы морской житель? Нет. Я москвич. Чего вы так-то расстраиваетесь? Четвёртый вопрос. Море люблю. Я море люблю. Я понимаю. Четвёртый вопрос. Чем украшают шпиль башни? Сказали бы Флюгером. Не знаю. У нас на Станкинской башне флаг висит. Вы знаете, что он 24 метра длиной. Вот теперь знаю. Хотя сомнительно. По-моему, 12. Мне кажется, сомнительно. Ну, не на, не важно. Очень большой. Но звучит красиво. Значит, второй по популярности ответ звездой. 24 человек так сказали. Но Анастасия угадала эту версию. Самый популярный ответ Флюгером. Заработали бы 25 очков. Вы сказали... Знай... Что? Знай... Флаг. 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 Флагом украшает. И с вами согласилась. 17 человек. Сумма 137. Результат. Интеллигентные люди. Не подвели меня. Образованные. Образованные, да. Что идет из трубы, спросил я. Пар, я сказал. Ну, очевидно, самый популярный ответ дым. Ну, естественно. Забавно, что... Сейчас догадайтесь, второй по популярности ответ. Нужно резко такой перекрут совершить. Потому что вы себе все время представляете трубу такую вытяжную. Дым уходит из нее пар. А 20 человек... А нет. 20 человек из таза сказали вода. Вода, да, да. Вода, вода, вода. Вода. Вы сказали пар. И с вами согласилась. 16 человек. Спасибо большое вам за игру. Большое спасибо всей команде «Цыганская страсть». Большое спасибо команде «Птичка-невеличка». Вам аплодисменты. Спасибо большое. Игра закончилась. До встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»